Ола, амигас! На связи Матвей, и прежде на своём канале я уже снимал видео о том, как играю в Fortnite на морозе целый час, о том, как играю в Fortnite в самолёте и в горах. Кстати, все эти видео вы можете посмотреть в специальном плейлисте по подсказочке вот здесь. Но всё же я ещё не играл в Fortnite в одном очень интересном месте, а именно под водой. На данный момент я нахожусь в отпуске, и думаю, это самый лучший момент для того, чтобы проверить, каково это играть в Fortnite на своём обычном Android-смартфоне под водой. Специально для этого видео я приобрёл вот такой вот водонепроницаемый чехол, в который просто погружу свой телефон и, нырнув под воду, попробую запустить Fortnite и поиграть в творческий режим. Я попробую поиграть в Fortnite на глубине 1 метр, плавая в обычном бассейне, так и попробую поиграть в Fortnite на глубине 3-4 метра, заплыв на самое дно моря. Благо, здесь есть пирс, и сделать это мне будет достаточно удобно. Ну и перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моём канале, и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает, и только ты своей подпиской сможешь всё исправить. Также не забывай поддерживать наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тега автора Motivcar смело водите и покупайте исключительно с ним. Ну а вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты напишешь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки узнаем впервые на ютубе, что будет, если играть в Fortnite на обычном телефоне, находясь под водой, на глубине 1,4 метра. Уверен, такого вы ещё точно нигде не видели. Так, ну чё, ребят, мы у бассейна. Сейчас будем проверять, что будет, если играть в Fortnite. Кстати, игра уже запущена. Что будет, если играть в Fortnite на глубине, ну, от полу до одного метра под водой. Блин, ну тут бассейн, я думаю, здесь будет достаточно легко, на самом деле. Потому что я спокойно бы стою на галле до дна. Надеваем маску, чтобы было всё видно под водой. Так, нормально, да? Ну чё, короче, как далее? Верпас, верпас. Видно, да? Так, нормально. Сейчас попробуем, для начала, ну, просто вот так вот в воде что-нибудь подделать в игре, на самом деле. Так, ну чё, ребят, погнали. Так, ну вроде нормально идёт, в принципе. Сейчас попробуем поглубже нырнуть, посмотреть, как игра пойдёт там. Погнали. О, блин, чуть не задохнулся. Да не, в принципе нормально, я типа весь воздух из лёгких, поэтому сам погружаюсь на дно и спокойно там сижу, играю. Вроде лагов никаких нет, но пальцами передвигать по экрану достаточно сложно, поэтому редактирую, да и вообще любые действия в игре. Делаю всё медленно, потому что неудобно реально, вода всё замедляет. Так, ну чё, сейчас попробуем второе. Вторую попытку, что-нибудь посерьёзнее построить, посмотрим, что из этого выйдет. Погнали. Сейчас вообще ничего не понял, какие-то проблемы начались на самом деле. Что-то с сенсой у меня залагало, хотел там построиться, что-то побежал вниз, упал. Так, первые проблемы с сенсой начались. Сейчас попробуем третий раз, посмотрим, будет лагаче, нет. Так, погнали. Сейчас я вообще даже до дна не успел доплыть, я сразу пампа, и автомат, короче, из инвентаря выкинулся в КЗ. Сейчас попробуем поиграть, но при этом мы будем в движении, то есть я буду одновременно плыть и играть, может, да? Мы просто сидим под водой и играем. Сейчас попробуем вот на ходу поиграть, посмотрим, что из этого выйдет в КЗ, наверное, тоже будет проблема с сенсой. Всё, погнали. Та же фигня, шерса вообще никак не работает, точнее работает, но фантомные нажатия, и, может, какие-нибудь мои нажатия в единичном случае регистрируются, а так вообще невозможно играть. Короче, понятно. Ну, в принципе, если вот просто вот так вот под водой, не на большой глубине держать телефон, то можно, в принципе, спокойно играть. Но, опять же, это неудобно, потому что вода замедляет твои движения, и на самом деле нормально играть у вас ни в коем случае не получится. Ладно, я, короче, вылезу, на самом деле уже немного подлез. Так, короче, поиграли в бассейн, на глубине 1 метр, сейчас пойдем на пирс, на море, попробуем поиграть на глубине 4 метров, на самом деле я вообще не знаю, как это у меня получится, потому что фаланга у меня нет, и надолго задерживать дыхание у меня тоже как бы не получается. Но в любом случае будет интересно, так что, короче, сейчас пойдем. Увидимся на пирсе. Ну, что, ребят, мы пришли на море, мы пришли на пирс, сейчас будем прыгать вот сюда, здесь у меня примерно 3-4 метра, то есть достаточно глубоко, мне даже интересно, будет ли у нас лагать сенсор, как пойдет игра. Можете заметить, творческий режим я уже запустил, так что сейчас начнем играть и посмотрим вообще, что из этого выйдет. Погода великолепная, вода вроде бы тоже не холодная, поэтому я жаловаться не буду. Так, что-то очки у меня заплатили на самом деле. Здесь, блин, какая морская тварь, там, не схватим за ногу, не бьет себя. О, блин. Блин, вода соленая и теплая. Так, что по Фортнайту? Так, ребят, Фортнайт запущен, я ныряю под воду, проверяем, все из этого выйдет. Так, ну что ж, погнали. Блин, что-то я не могу так быстро опуститься на самом деле. Что-то я простроился, ну вроде я вот на самое дно опустился, но сенсор вроде как работает. Что я попробую прямо на самое дно, это нужно постараться, что-то еще нырнуть и не утонуть. Я не думал, что это будет так сложно, что-то в своей голове я это представлял намного легче. Ух, у меня что-то там вышло. Поставил буквально пару постройок, а потом сенсор занесло. Блин, я не знаю, что я уже устал телефон в руках держать, поэтому, да как он у меня на хрицепе, пусть немного поплавает. Сейчас попробую еще раз, но уже нормально, потому что, ребят, это жесть какая-то. Мне кажется, меня медуза ужабила, что у меня что-то ляжка щипает. Тут нет, тут нету медузы. Той, блин, мне что-то кажется, у меня ляжка щипается. Может, у тебя там что-то ты натер? Да нет, вроде. Работает. Правда, с перебоями жесткими. Блин, я на самом деле не могу долго играть под водой, я пока опущусь, у меня уже кислородное голодание начинается, и вообще не успеваю ни хрена построить на самом деле. Жестко. Три, два, один. Три, два, один. О, это жесть. Так, я думаю, нам нужно срочно заканчивать. Но такими тэпами я точно задохнусь и утону. Все, дай мне пройти. Так, ребят, на самом деле, не могу удержаться. Томпортная-то меня пока не выключат. Не могу удержаться, я хочу прям прыгнуть. В последний раз попробовать, что из этого выйдет. Ну, больно. Так, в общем, ребят, что я понял. На глубине четырех метров под водой в море, в фортнайт вообще не то, чтобы невозможно играть, это опасно. Я потерял маску, чуть не задохнулся, меня ужарила какая-то неизвестная морская тварь, теперь печет ляху. Так что я крайне рекомендую играть. Да и даже так там с носа максимально жестко лагало. Если в бассейне на глубине один метр еще можно было кое-как играть, то на глубине четырех метров в море, где соленая вода, это делать вообще никак невозможно. Можно там пару стенок поставить, пару столов сделать. Просто еще проблема в том, что пока ты доплывешь до дна, у тебя уже пол запаса кислорода истратится, и уже будет пора наверх выплывать. Поэтому это жесть какая-то, на самом деле сложно. Я крайне удивлен, почему я до сих пор жив встаю, тут что-то рассказываю. Ну ладно, надеюсь вы поняли. Но у меня пока что для вас это все, ребят. Огромное спасибо за просмотр этого видео, и если вы хотите получить халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пишите слово море. Только так я пойму, что вы досмотрели это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Надеюсь ролик вам понравился, и я над ним очень хорошо постарался. Ну и по традиции с вами как всегда был Матвей. Остало его.